В Петербурге завершился международный фестиваль христианского кино «Невский благовест». 70 кинолент продемонстрированы за фестивальную неделю и, как результат, сотни благодарных зрителей. Наша съемочная группа побывала на торжественном закрытии кинофестиваля. С подробностями из Святодуховского центра Александра Невской лавры Анастасия Лобода. Семь дней длился «Невский киномарафон». Каждый день демонстрировалось около десяти работ. В этом году на фестивале режиссеры поднимали не только сугубо христианские вопросы, но и остросоциальные, которые не могут не волновать христианскую душу. Это проблемы людей с ограниченными возможностями, бич общества, наркомания и алкоголизм и многие другие. Особое внимание уделено Великой Отечественной войне, ведь без прошлого нет будущего. И, конечно, осмысление участниками фестиваля «Столетие начала эпохи гонений на русскую православную церковь». Мне очень интересно участвовать, потому что, во-первых, я имею возможность видеть глаза людей, для которых это кино снимается, пообщаться, ответить на их вопросы. Очень важно посмотреть, что делают твои коллеги из других городов, из других стран. Почувствовать какую-то конъюнктуру, в хорошем смысле слова, понять, где то магистральное направление, которое сейчас волнует твоих коллег, и найти какое-то свое место в этом. Особенно много гостей в этом году на 11-м международном кинофестивале «Невский благовест». Это лишь доказывает, что христианская благая весть все более и более распространяется и в таких современных видеоформах. Впервые в этом году представила киноработу «Крымская епархия». Документальный фильм и как о святителе Луки, в Носинецком нашем святителе, который в Мочи, в Сатроицком женском мастыре города Симферополя находится, и о том, как художница собирала образ иконы святителя Луки в житийном пространстве, и вот именно о ней, о святителе, ну и в частности о Крыме, о нашей Крымской епархии. Очень приятно, что вот эта духовность, она не просто повозрастающая, а она глубже стала, она стала глубже, заметнее, философия стала сильнее очень. Не просто созерцательные какие-то фильмы, а фильмы, которые заставляют задуматься. И каждый раз очень приятно смотреть, когда на сцене выстраиваются люди. Вот в прошлом году, понимаете, выстраивались режиссеры, и с пятью нашими маститыми режиссерами стояла молодежь. То есть приятно, что молодые люди начинают заниматься этой темой. И не просто заниматься, а понимают ее. Это очень важно. Именитый петербургский режиссер-документалист Валентина Матвеева в этом году представила несколько работ. В разговоре с нами Валентина Ивановна вспомнила слово святейшего патриарха Московского и всеяруси Кирилла о современном искусстве. Он говорил о нашем сегодняшнем кино, о театре и сказал, что сегодня это искусство – камень, привязанный к ногам человека, который опускает его вниз в темноту, во мрак. А должно было бы наоборот возносить, поднимать душу. То есть оно утратило свое подлинное назначение. Так вот я хочу сказать, что сегодня в нашем искусстве и в телевидении, и в кино, и в театре есть сегмент, который занимает все больше и больше места – это христианское кино. На торжественной церемонии закрытия приятным творческим сюрпризом стало выступление артистов Государственного оркестра имени Андреева, после чего все участники получили призы и ценные для режиссеров дипломы об участии в кинофестивале «Невский благовест». Продолжение следует...